Всем доброе утро, мои хорошие! Сегодня выходной день. Выходной для меня дочка сделала. Я сегодня собиралась к ней поехать, но она мне вчера вечером написала, может не приезжать, там своими делами будет заниматься, съемками. И для меня такой вот, знаете, неожиданный вдруг выходной появился. И вот я сейчас проснулась, пью кофе и думаю, так, свалилась вдруг на голову выходной день, и надо что-то с ним делать. Ну, я тут вдруг вспомнила, что мне нужно вообще-то порядок себя привести. Мне до этого не доходят руки. Я всю неделю была занята, потому что времени в обрез. Видео снимать нужно, конец месяца. Хочется заработать все-таки свои 100 долларов зарплату. А у меня в этом месяце меньше что-то заработок, чем предыдущие месяцы. Вот поэтому стараюсь снимать побольше и все-таки заработать вот эту свою зарплату. Ну, в общем-то, не сотни в этом делу. Что я вам хочу сказать, девочки. Я вчера вместо ужина помнила, что у меня есть коктейль Фаберлик. Вот у меня такой коктейль есть с ванилином, вот этот коктейль. И еще один у меня коктейль остался с смородиной. Я вчера его взяла, намешала вечером перед сном уже. Захотелось еще доперекусить. Я его намешала и выпила. И спала всю ночь до утра, не просыпалась, ничего. Я вспомнила, что этот коктейль, кстати говоря, он очень успокаивает желудок. Вот я не знаю, он меня не беспокоит, когда я коктейль выпиваю. Я спокойно сплю до утра. Здесь на одну порцию идет 98 килокалорий, то есть очень мало. Он как раз вот такой вот, фитнес такой, знаете, коктейль легкий. Это для тех, кто как раз таки решил похудеть. Ну, классный. Классный. Мало того, что он приятный, такой с водичкой, стакан на стакан воды, там порцию разбавили. Раз я выпила и все, и прекрасно себя чувствую. И кушать уже не хочется, чувство голода отбивается. Вот так, что я теперь его буду применять. Вообще можно там две порции в день, на какой-то перекус еще. И очень будет помогать для похудения. Ну, вот я решила его достать, поставить перед глазами, чтобы о нем не забывать, потому что я про него как-то забыла в последнее время. Сейчас все вспомню, что у меня было для похудения, искра для похудения, еще что-то. В общем, короче говоря, подостаю все это и буду уже применять. Теперь уже все-таки я и питание поменяла, и физкультуру стала делать. Молодец, какая девочка. Так, ну и что у меня сегодня, на сегодня? Значит, что я хочу, мне надо будет искупаться, в порядок себя привести, лицо, там руки, все вот эти вот дела, поухаживать за собой. Ну, а изготовки у меня размораживается грудка куриная. Я сегодня ее хочу сделать с соевым соусом, в мультиварке потушить. Ну, я уже как-то показывала вам этот рецептик, поэтому я, в общем-то, вам покажу, как я буду готовить. Ну, там, в принципе, все очень просто. Там намешали ингредиенты нужные и все. Вот. Ну, а что будет уже дальше к вечеру, я не знаю. Посмотрим, будет видно. Я человек стихийный, я могу думать одно, потом передумать, делать другое. В общем, вот такая куча в голове. Еще вчера я забрала Фаберлик, свой заказик. Сейчас я вам хочу показать, что я там забрала, что у меня там новенького появилось в этом заказике. Ну, и что же я заказала в Фаберлик. Заказала я, девочки, первым делом календарь. Вот такой. Квартальный. В декабре уже можно будет его повесить. Еще заказала два магнитика на холодильник. Ну, один я внучке подарю, а другой я повешу уже. Вот такой вот магнитик. У меня внучка любит магнитики на холодильнике. Это же год быка у нас будет. Вот надо, чтобы он уже был у нас в доме. А еще я заказала вот такой вот наборчик Уход за руками. Можно такой наборчик подарить, но я заказала его себе. Здесь идет первый шаг. Это химический пилинг. Дальше шаг второй. Тонкая шлифовка. Ну, это как скрабик. И потом жидкая перчатка. Уход. Ну, это особо подходит для тех, кто вот в огороде копается или ремонт делает вообще. Ну, или часто вот в воде пользуется. В принципе, для любой женщины, потому что женщины всегда у нас что-то делают. Руки нужно приводить в порядок. И, в общем, вот такой вот наборчик хорошенький. Это новинка. Его не было раньше. Вот такой заказала я. Ну, а дальше у меня Уход за волосами. Заказала я красочку. Я крашу с 10.0. Это Ботаника. Ну, то, что вот у меня на волосах, вы видите, это краска. Я всегда в краску добавляю ампульный концентрат. Ну, я взяла разный ампульный концентрат. Питание, уход. А это атласная гладкость. Атласная гладкость. Ну, как-то так. В общем, для гладкости волос и для питания волос. В красочку добавила. И всё. Вообще, там сейчас акция проходит. Вот две берёшь, получается дешевле. Две берёшь, получается дешевле. Поэтому по две штуки. Я в основном часто беру по две штуки. Но лишнего не бывает. Если бывает лишнее, я отдаю сыну, невестке. Дочка сама себе заказывает фаберлик. А вот для тела я заказала вот такой вот гель. Я его уже брала. Очень классно пахнет. Такой ароматный. Австралия, Непал. Там ещё другие есть. В общем, их, по-моему, там шесть видов или даже больше. Но мне нравится этот гель. Он очень хорошо распенивается. Приятно пахнет. В общем, классный. Вот я взяла два. Для лица я взяла дневной крем Архитектор. Я уже вот таким вот комплексом пользуюсь. Реноваж. Он мне как-то больше подходит. Но это вот как раз для моего возраста. И дневной, и ночной крем. Там, в общем-то, все средства, которые под этим брендом, я их уже использую. В общем, дневной заканчивается. Поэтому заказала я его. Классный. Мало того, что он очень такой вот нежный. текстуры для кожи, но еще и пахнет очень хорошо. Пахнет, как французские духи. Рекомендую, девочки. Еще взяла вот эти вот маска-патч для кожи вокруг глаз. Ну, это вот патчи под глаза, которые под веки. Я уже пробовала. В общем, хорошенькие. Мне нравятся. И взяла с гиалуроновой кислотой, коллагеном. В общем, взяла повторную. А еще я взяла стиральные порошки. Один порошок это вот для цветных тканей, а другой универсальный. Он и для белых, и для цветных подходит. Ну, порошков много не бывает. Порошками я всегда делюсь. С сыном, с невесткой. Так что это для них тоже. К порошкам всегда прилагают ложечки. Мерная ложечка. Это концентрированный порошок. Поэтому его нужно немножечко ложить. Ну, и также для стирки, девочки, я заказала вот такой вот кондиционер, ультракондиционер, ароматерапия. Вот таким я уже пользуюсь. Очень классно пахнет. Просто нереально. Я вот поэтому заказала еще. Но этот пахнет розочками, этот пиончиками. Этот я еще не пробовала. А вот этот просто невероятный. Я постирала как-то покрывала. С улицы повесила его на диван. Положила, я так покрывала. А потом хожу и думаю, что такое приятный такой запах на всю комнату. А он, вот он оказывается, ароматерапия. В общем, рекомендую, девочки, классный. Тоже есть разные запахи. Ну, и напоследок новый каталог на следующий период. Следующий период у нас начнется уже с 30 ноября. И по 20 декабря. И очень интересно, что тут к Новому году приготовили. Надо будет полистать. И что-нибудь еще интересненькое заказать. На завтрак, девочки, у меня сегодня будут месли. У меня осталась еще одна порция. Очень полезная, низкокалорийная. В общем, я почитала, мне понравилось. Вообще здесь и клетчатка есть, и орешки, и семена. В общем, много очень полезных вещей. И, кстати, прочитала, шлаки и токсины выводят, помимо всего прочего. И насыщает, и углеводов мало. В общем, мне вот это дело понравилось. Я еще хочу взять. Ну что, девочки, я уже искупалась. Уже отдохнула после купания. И, в общем-то, сейчас уже собираюсь готовить обед. Уже скоро нужно будет обедать. Ну, что я буду сейчас делать, я вам покажу. Уже разморозилось у меня куриное филе. Вот здесь у меня как раз 300 грамм. Понадобится еще болгарский перец. Но у меня есть замороженный. Я его сейчас как раз-таки достану. У болгарского перца нужна одна штука. В общем, я горсточку насыплю, и все. Дальше нам понадобится соевый соус. 2 столовые ложки. У меня вот такой классический есть. Кетчупа 1 столовая ложка. Есть кетчуп. Приправа для курицы 1 столовая ложка. Ну, у меня вот красная цена. Я уже его делала, нормальный. Столовая ложка сахара. Ну, без горки сделаю. И подсолнечного масла 2 столовые ложки. В общем, сейчас нарежу куриное филе. Сложу все это в мисочку. И вот туда все это намешаю. Куриное филе можно нарезать примерно по 2 сантиметра кубики. Вот такие. Не слишком маленькие. Именно такие вот кубики. Все это будет потом тушиться в мультиварке. 30 минут в режим тушения. Что еще сегодня я собираюсь делать, девочки? Я сейчас просто, когда лежала, отдыхала, я что-то вдруг подумала о том, что вот в конце концов выдался мне выходной день. Но это уже, знаете, вот заморочки блогера, знаете, вот уже так уже привычка вошла, что нужно все время что-то снимать камеру, включать. А хочется уже просто расслабиться и отдохнуть. Я вот так думаю, что я, наверное, сейчас вот приготовлю обед. И больше я сегодня ничего такого делать не буду. Но то, что я собиралась, конечно, привести себя в порядок, я буду за просмотром телевизора, спокойненько сяду напротив телевизора и буду потихонечку там масочки делать, что-нибудь. Ну, я думаю, подключу я вас, наверное, к этому делу, потому что, ну, как же я могу без вас это все делать, правильно? Надо же мне это все делать с вами. Так, ну, в общем, вот так вот я нарезала все это. Все это мы сложили. Так, теперь я добавлю туда болгарского перца. Вообще болгарского перца вот там, даже если много, это даже хорошо, потому что все это напоминает чем-то, а вот знаете, как лечо по вкусу напоминает. Поэтому пускай будет болгарского перца чуть больше. Вообще в рецепте написано болгарского перца 0,5, то есть половинка. Но я первый раз, когда делала, мне показалось его мало, и мне кажется, что и один перец, и два будет просто здорово. Сахара я положу на столовую ложку без верха, потому что без сахара никак, так как вот соевый соус, он очень соленый. А соевого соуса нужно 2 столовые ложки. Раз, два. Столовая ложка кетчупа, но кетчупа можно сверху сделать, потому что он и дает очень хороший вкус, особенно если кетчуп вкусный, хороший. Но это такой кетчуп, знаете, шашлычный, мне нравится. Так, сейчас немножко помешаю вот это все. Вкусный такой запах, аромат просто, просто вкусный. Ну и добавим приправки сюда. Столовая ложка приправы, но без верха. Ну вот так достаточно. Еще раз помешаем. Две столовые ложки растительного масла. И теперь надо все это хорошенько перемешать. Чуть-чуть, минут 5-10 я подожду, пока растает болгарский перец. И отправлю все это в мультиварку на режим тушения на 30 минут. Все, я включила режим тушения на 30 минут. Отправила туда наше филе, заготовочку. И все остается только ждать. Девочки, на гарнир, вот к этому куриному филе, хорошо, можно сделать или макароны, или рис. Ну вот я решила макарончики сварить. Закинула, варится уже. Всегда макароны беру из твердых сортов пшеницы. То есть, чтобы это были такие вот твердых сортов. Ну вот у меня все готово. Вот такое блюдо с подливочкой у меня получилось. Макароны тоже уже готовы. Пора приступать к обеду. Вот такой обед прекрасный у меня получился. Из подливочкой все вкусно. Буду есть без хлеба, так как макароны для меня это хлеб. Итак, все, приятного аппетита мне. Ну все, девочки, я пообедала. Обед обалденный. Вкусный, да не могу. Сейчас я включила телевизор. Там идет триллер. Я решила немножко полежать, но полежать не просто так. Не в холостую, как говорится, а по делу. Я сейчас сделаю уход. Ну, масочку сделаю. Это у меня мицеллярная вода. Тоже, кстати, с фаверлик. У меня там крем на лице был. Я его сейчас удалю. И нанесу масочку на минут на 15-20. Вот. Так что, заодно поболтаем чуть-чуть. Почитала я комментарии сегодня. Кто-то уже ждет прямо, не дождется гимнастику. Ну, она уже скоро выйдет. Кажется, завтра. У меня вчера, кстати, не хватило сил сделать эту гимнастику. Я решила, что вообще ее откладывать на вечер нельзя. Либо утром делать, либо днем. Но уже когда вечером вообще никаких сил нету. Даже на диване. Просто ноги позадирать вот так. То это уже совсем плохо. Вот. Так что я сегодня сделаю попозже чуть-чуть. Но я сделаю ее до вечера. Вообще, я сегодня до вечера решила больше ничего не делать. Сейчас сделаю масочку и поваляюсь, посмотрю телевизор. Вот такая маска Ренаваш. Ну, я вам уже показывала. Вот это серия Ренаваш. У меня дневной крем, ночной крем. Маска там, тоник. В общем, для век крема полная серия. Очень нравится. А пахнет, правда, серьезно, девочки. Вот как французские духи. Какой-то приятный такой запах. Еще в комментариях мне там одна девушка написала по поводу физических упражнений. Можно их физкультуру не делать, но можно ходить там. Две-три остановки пройти. Девочки, ну, это хорошо, конечно, ходить. Для тех, кто ходить может. А если вот у кого-то, как у меня, проблемы со спиной, я много ходить не могу. Я тут даже по комнате вот хожу. Я очень быстро устаю. Я что-то сделала. Мне нужно полежать, отдохнуть минут 15 хотя бы, чтобы спина отпустила. Она начинает болеть. Поэтому вот эти упражнения, они для мышц, для укрепления спины, для суставчиков, они такие вот упражнения нетрудные, в то же время они делают свое дело. Раз мне врач порекомендовала, прям даже настоятельно порекомендовала делать эту гимнастику, то я ее делать буду. Ну, лучше, конечно, каждый день, но если через день, тоже хорошо. О, все, нанесла крем. Я тут как раз на диване. И сейчас лягу, буду смотреть телевизор, отдыхать. Смою через 15 минут. Вот. И все. Ну, пока что больше делать ничего не буду. Если что-то будет интересное у меня на потом, я подключу вас обязательно. Ну, вот и закончился день, мои хорошие. Я сделала паузу, смотрела телевизор. В общем-то, уже поужинала. На ужин у меня была гречка с молоком. А потом перед сном я выпила еще коктейль из Фаберли, который я вам показывала. И, в общем, смотрела-смотрела телевизор, уснула рано и, в общем-то, проснулась в среди ночи. Почитала комментарии ваши. Ну, и сейчас хочу просто ответить на кое-какие вопросы. У кого-то создалось впечатление, странно очень для меня, что я ничего не делаю, что я целыми днями валяюсь на диване и занимаюсь внуками. Это не так, хочу я вам сказать, девочки. Я целыми днями, с утра до вечера, кручусь, все время что-то делаю. Конечно, периодически я ложусь на диван, мне нужно вытянуть ноги, потому что у меня устает очень быстро спина. Я уже говорила, что со спиной проблемы. И эти проблемы у меня начались еще пять лет назад. Уже пять лет вот я мучаюсь со спиной. Она, ну как, переутомлять ее нельзя. Она очень быстро у меня устает, начинает поясница болеть. Это вот такая вот проблема. У кого такой проблемы нет, тот меня не поймет, конечно. Ну, и я полистала комментарии немножечко назад, на несколько видео, потому что там, где я комментарии просматриваю, там у меня выходят комментарии все время свежие. А если кто-то пишет под комментариями какие-то комментарии, то я их уже не вижу. Ну, а тут у меня было время. Я заглянула на несколько видео назад, зашла в каждое видео, в каждый комментарий. И вот хочу ответить на вопрос по поводу ремонта. Почему бы мне не сделать ремонт, будут очень хорошие просмотры. Да, это так. На ремонты, конечно, просмотры будут хорошие, я это знаю. Но только ради этого я ремонт сейчас затевать совершенно не собираюсь. Ну, во-первых, зима на улице, холодно. И у меня, знаете, вот ремонт хорошо делать в пустой квартире. Вот легко и просто. А у меня квартира заставленная, маленькая, поэтому здесь нужно будет передвигать очень много мебели, вещей и так далее. Если я последний раз делала ремонт, когда у меня еще сын был молоденький, я была, во-первых, здоровая, молодая, сын был молоденький, еще не женатый был, и его друзья приходили, помогали. В общем-то, делали ремонт своими силами и очень легко и непринужденно. Я всегда делала ремонт здесь сама. Но сейчас я понимаю прекрасно, мы с дочкой уже обсудили этот вопрос, я прекрасно понимаю, что физически я уже не потяну этот ремонт. Я сама уже не смогу клеить обои, скакать на стул туда-сюда, прыгать, наклоняться, вот это вот мазать клеем, мебель нужно будет туда-сюда постоянно передвигать. И физически я не потяну это. Во-первых, материально тоже я раньше работала, зарабатывала, деньги, в общем, на ремонт у меня хватало. А сейчас я на пенсии, и небольшой там, допустим, заработок, если мне приходит от YouTube реклама, да, но этих денег хватает только вот на прожитье, на пропитание, чтобы денег не просить у дочки. Ну, а если делать ремонт, то придется мне, конечно, деньги у нее просить, но я сказала, что я хочу подождать, пока она пускай сначала закончит свой ремонт. У нее еще не везде все сделано, не вся мебель куплена. Она это все покупает постепенно, все это делает от зарплаты до зарплаты. И я не хочу еще со своим ремонтом садиться ей на голову туда дальше. Вот, например, за этот месяц у меня уже вот эти 100 долларов, я вижу, что я не зарабатываю, то есть не дотяну до 100 долларов, да, и мне придется уже эти 100 долларов, ну, как говорится, просить у дочки на проживание. Куда еще с этим ремонтом ссоваться? Мне что, срочно этот ремонт нужен? Нет, не срочно. Этот ремонт может подождать. А что касается зимнее время, ну, я всегда делала ремонт летом, там, весной, ну, по крайней мере, когда тепло, когда можно открыть окна, двери. Вот у нас сейчас в коридоре, там, в подъезде у нас холодно, даже не везде стекла стоят. Вот минусовая температура на улице, так же у нас минусовая температура в подъезде. Какую-то мебель там нужно будет выставлять в коридор на время, пока здесь будет что-то делаться. Или обои там надо будет мазать. У меня в комнате ковролин, я там не буду мазать обои клеем. В общем, короче, есть какие-то свои сложности. И по этим всяким разным причинам ремонт я пока сейчас сделать не буду. Вот до лучших времен я посмотрю. Пускай еще эта эпидемия пройдет, в конце концов, или она как-нибудь уляжется, утихнет. Но я подожду. Еще время у меня терпит. У меня прям не свисают тут обои на голову. Все нормально, все терпимо, очень даже уютненько и аккуратненько. А ради просмотров я ремонт этот дел затевать сейчас и не буду. Ну, а по поводу питания я обращалась к вам с просьбой, чтобы мне, может быть, кто-то подсказал, что на ужин какие-то рецепты. Ну, рецептов никто не написал, но кое-какие подсказки имеются. Что-то я посмотрела в интернете. Ну, в общем-то, я поняла, что на ужин лучше всего, конечно, есть белок с овощами. Рыбу, птицу можно поесть с овощами, можно тушеными, можно творог. Ну, в общем, с ужинами я уже как-то поняла, что нужно делать. Я сама что-нибудь и придумаю. Ну, и, конечно, посмотрю я в интернете. Ну, а что касается гимнастики, гимнастику я сегодня сделала. И сделала больше подходов, чем первый раз. Но, честно говоря, немножечко. Вот здесь тоже есть такая тонкая грань, не переусердствовать. Чуть-чуть переусердствовала, и уже вечером лежала. Не знала, на какой бок повернуться, поясница болела. В общем, нужно мне это делать все очень аккуратно, очень осторожно. И увеличивать нагрузку нужно тоже очень осторожно. Но все равно продолжаю делать гимнастику. Делать я ее все равно буду. Вот. И вам тоже желаю, кто начал делать гимнастику вместе со мной, желаю тоже не останавливаться. Даже если вы какой-то день, может быть, пропустили по каким-либо причинам, все равно не обязательно, может быть, даже через день хотя бы делайте, то это будет хорошо. Кто-то посоветовал мне ходить пешком, туда-сюда, две остановки туда, две остановки назад. Девочки, ну, во-первых, по морозу, у нас мороз и сильный ветер, тут сильно не находишься. Тут даже в детский садик, я когда иду за ребенком, туда-назад, и быстрее-быстрее домой. Но я даже одну остановку пройти туда и назад уже очень сильно устаю. Поэтому я тут, я же уже говорила, я тут по комнате вот хотя бы хожу, и то все делаю мелкими перебежками. Что-то сделала, я уже чувствую, спина ноет, надо полежать, просто вытянуться, расслабить мышцы, расслабить спину. Минут 15-20 там полежу, и уже у меня как-то вроде отпускает, я встаю и продолжаю что-то делать. Вот приходится мелкими перебежками вот так вот жить. Но я же еще раз повторю, кто не знает такую проблему, у кого такой проблемы нет, тот не может понять, как это, каково это все время жить с болью. Ну, а кто знает, тот меня поймет. Ну и все, девочки. На этом я заканчиваю сейчас свое видео, отвечать на комментарии, вроде бы на такие особо ответила. Хочу это видео закончить, день закончился, следующий день уже начнется, и уже будут новые всякие дела и заботы, и уже буду снимать это в следующем видео. Видео стараюсь сделать небольшими, коротенькими. Поэтому, кому видео мое понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Пишите комментарии. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok